Девятьсот дней и девятьсот дней Девятьсот ночей, тяжелейших испытаний, мученичества, легендарный пример стойкости и мужества жителей блокадного города и его защитников. Победой над смертью каждого, даже не выжившего, именно эти люди духом своим удержали город. Слава и бессмертие ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях и не потерявших своего достоинства, будут поражать умы и сердца жителей планеты. День Победы Большой праздник для всего города, но не только для города, а для всей нашей страны, потому что это было важное событие. День Сударов, который позволил деблокировать город окончательно и переместить войска, начать наступление на Прибалтику. Ленинградский день Победы. Это праздник нашего города, практически то же самое, что 9 мая, только нашего города. Память нашему городу, память нашим предкам, память нашим родственникам, которые жили в блокадном городе. Ну и традиции, которые должны мы все-таки сохранять и чтить. Это подвиг, конечно, великого города, и мы должны отдавать дань тем людям, которые защищали наш город в эти трудные для него часы, в это трудное время. Естественно, они должны вдохновлять нас на то, чтобы выдерживать все жизненные тяготы. 27 января – день полного снятия блокады Ленинграда. Как дороги нам сегодня воспоминания жителей блокадного города. Их детство пришлось на страшные военные годы. Со слезами и болью, глубоко, искренне блокадники делятся своей личной историей, которая на века вписана в книгу жизни нашего города. Хорошо помню, как летела армада самолетов, а потом уже стало известно теперь и в литературе, что это 250 самолетов налетело бомбить наш город, когда горели Бадаевские склады. А мы, ребята, потом собирали осколки. В то время было очень интересно. Но этот интерес быстро прошел. Немцы быстро приближались к нашему городу. Таким образом стало кольцо и блокада. Блокада ощутилась не сразу. Карточки были, потом все хуже и хуже. Как передать, что такое голод, это трудно. 900 дней. Это ведь не те, не два, не три. В то время, когда уже началась блокада, мы жили на Марата. Мама мне говорит, иди, посмотри кино, кино хорошее. Конёк-горбунок детское. Это кинотеатр Молот на разъезжей. Я видел это раньше кино. Пошел, сижу, есть стихота. Какое кино? И со среди фильмов я ушел домой. Неинтересно уже кино, когда есть нечего. А дальше хуже. Ведь не было ни свету, ни воды, ни парового, ни канализации, ни газа. Ничего не было. Мама работала, а все остальное делал я. За водой я ездил на улицу Пушкинскую. Там вот такой выставили кран пожарный. И текла вода. И вот я на саночке два ведра еду туда, набираю воды, обратно на четвертый этаж поднимаю. Потом мама работала на железной дороге. И через каждый день я приезжал к ней на саночках. Три полежка, она там возьмет дров. И таким образом мы топили. У всех были буржуки. Света нет, парового нет. Света нет, копчилки. А копчилки, они напоминали лампады. Вот точно так же, какая-то, вы знаете, чашка или что, наливалось масло, какое-то там, не знаю, покупали, делали поплавок и фитилек. То есть, по существу, это была лампада. И они были у всех. Свечей некто, у меня же не было свечей. Кадры блокадной военной кинохроники и фотографии мы видели не один раз. Но вновь и вновь потрясают душу замерзший до смерти город и его жители. Было очень страшно. Во-первых, надо было затемнять все-все дома стекла. И так-то зимой темно, а тут вообще. И нам, таким подросткам, которым, назвали такое задание – ходить по квартирам и побеждать. Или им разобьют стекла. Такой был порядок. Потом нас давали, у кого есть чулки, там что, набивать вот этим песком, чтобы гасить зажигательные бомбы. Они такие небольшие, их каждый мог даже, если она еще не разгорелась, и ногой погасить. Были бочки с водой, песок, вот эти ухваты всякие. Вот это наш, молодежь, мы прямо рады от этого были, что там такое задание дали. Но пришел 42-й год. Страшная зима, страшный голод. Давали такой хлеб, что не знаю, как его назвать. Хлеб или дуранда. Это, по-моему, дуранда было лучше, чем этот хлеб. Но этот хлеб надо было донести до дома. Что значит донести? Получилось так. Вот я стою, жду, когда мне… А весы делали туда, вниз. И стоит дальше очередь. Этот мой хлеб схватил мальчик с довесочек. Вот такой, как бы, как наш сейчас от Буханочки хлеб. Я за ним. Все оставила, весь там хлеб, вот такой кусочек на всю семью. А за этим довесочком за ним. Он – урод. Может быть, мне и не надо было у него отнимать. Это я сейчас понимаю, этот кусочек хлеба. Но я все-таки зажала ему на рот и выдавила этот кусочек и съела сама. Это ужасно. Дров не было. Бибель все люди сжигали. Ели у кого были кожаные пальто, сапоги. Вот это разрезали на мелкие кусочки. Мочили и вот ели эти вещи. Клей. Это что-то страшное было. И вот все погибали от того, что вот заварят кишок из-за этой муки, из-за этой пищи. Это ужасно. Погибли все во время войны. Почти у нас умерло 13 самых близких родственников. Это самых близких. Потому что там остальных я даже просто не знаю. Умер мой дедушка самый первый. Ему было 68 лет. Помню, с детского садика принесли. Там какую-то кашку выдавали мне. И вот что-то бабушка куда-то отвернулась. А он облизнул эту ложечку. И как они его ругали, на него набросились. Как ты можешь. Ребенка у ребенка. Ну вот. Потом мама так жалела. Говорит, зачем мы так его ругали? А он еще все говорил, что... Ну ладно, я-то уж, конечно, не доживу. А вы-то, может быть, доживете и булочку еще будете кушать. Беленькую булочку. Город-мученик жил. Внутренняя дисциплина помогала держаться. И хотя ощущение голода не оставляло ни на одну минуту, работали заводы, школы, детские сады, театр. Обессиленные люди ходили на концерты. Ленинградцы своими поступками развинчивали все теории самосохранения человека. Муки и страдания. Голод и смерть. Жажда жизни в героизме и мужестве. Мы остались в Ленинграде, еды не было, в общем, было очень... Нам помогала тетя, мамина сестра. Она работала в действующей армии, и она часто прибегала к девчонкам на кухню и говорила, что, девчонки, вы толще кожуру снимайте, чтобы я снесу своим, значит, да. И для нас это был настоящий праздник. А потом я вот помню, как мы с братом после этого кушания, что мы там ели, неизвестно что, мы все под стол с ним забирались и искали крошечки. А мама наша такая была умница, она от себя, от своей дольки оторвет маленькие два кусочка и сначала бросит. Видите, что я? Она мне бросит, а потом брату бросит. А мы были в восторге, что вот надо же так. И мы уже привыкли и в те время под столом были, сидели и собирали так корочки хлеба. Когда началась война, мне было 9 лет. Мы жили у тетушки, у своей тети. Одна комната 14 метров была. И там собирали все, кто спал на сундуке, кто, значит, на кроватях, там поездка черного дивана. В общем, собирались вот родственники. И я помню, мы однажды пошли с мамой навестить свою квартиру. Началась воздушная тревога. Стали бомбить. А мы жили вот в Римске-Корсаке. Там рядом канал Грибоедово. Мост был деревянный, он сдулся. Мост, мы шли туда нормально от взрывов. Мост, ну, не совсем он не упал, ничего. Ну, он был какой-то... В общем, мы перешли через этот мост и идем по Садовой улице. Опять воздушная тревога. Там, где вот есть там такие тоже, и как гасиный вор, там такие же ряды есть. Вот мы как раз идем, воздушная тревога. Нас загоняют туда, а мама говорит, тут нам могила. Нас засыпет этим, и все. И мы перебежали трамвайную линию напротив Никольской церкви. На Никольской церкви там домики стоят. Тут канал Грибоедово проходит. И вот бомбят в этот канал, летят брызги. Уже темно стало. Брызги. И я лежу на земле, а мама меня собой прикрывает. И только, Господи, спаси, Господи, спаси, там, отчинация жизни на небесе. Отчинация жизни на небесе. Я только запомнила, вот это заканчивается воздушная тревога. Мы стоим, идем дальше. Это такой вот эпизод. Блокадный Ленинград сражался не только оружием, но и молитвой. Митрополит Алексей Семанский провел в Ленинграде все 900 дней блокады. Уже после, вспоминая то время, обращаясь к пастве, владыка сказал. Град возлюбленный, много горького пришлось пережить тебе, но ты, как лазарь, восстанешь из гроба, залечишь свои раны и скоро предстанешь в былой красоте. Наши деды и бабушки защищали город, чтобы мы могли жить, чтобы сейчас поколение, чтобы они защищали родину. Проражает их стойкость, чтобы выстоять, конечно, такие тяжелые годы. Справнивать то время и время, которое сейчас. Думаешь, то оружие, которое мы видим, люди воевали, и город, который с 900 дней пробыл в блокаде и выжил, это нечто, конечно. Это такая великая память, такой великий героизм людей. Вечная им память и слава им. После прорыва блокады в великом городе оставалось 600 тысяч жителей. И сколько бы лет не прошло с января 1944 года, будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, что в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok